Могут ли звёзды становиться планетами? Иногда звёзды забывают, что они звёзды и начинают вести себя как планеты. Их массы перестаёт хватать, чтобы испускать свет, и они превращаются в бурых карликов. Это уже не полноценные звёзды, но и планетами их не назовёшь. Они слишком велики и находятся в центре собственной системы, как и любая типичная звезда. А наоборот? Газовые гиганты типа Юпитера и Сатурна – это гигантские планеты, состоящие из того же вещества, что и звёзды, но их массы всё равно недостаточно. Нужна сотня планет, подобных Юпитеру, чтобы создать одну единственную лёгкую звезду, и астрономы исключают такое развитие событий. Из чего состоят звёзды? Только около 2% состава звезды приходится на другие вещества, кроме гелия и водорода, играющих ключевую роль в её активности. Интересный факт – металлы укорачивают жизнь звезды, но повышают вероятность, что вокруг неё будут вращаться планеты. Как появляются звёзды? Звёзды появляются из-за огромных облаков газа и пыли. Из-за внутренней гравитации эти облака сжимаются. В какой-то момент они становятся настолько массивными и плотными, что это запускает реакцию синтеза водорода. И вскоре появляется горячая протозвезда. Насколько большой может быть звезда? Самая большая звезда из известных нам – это светящийся сверхгигант под названием WOHG-64. Больше похоже на автомобильный номер. Она в 17 миллиардов раз больше Солнца. И её окружает облако пыли, настолько огромное, что свету требуется целый год, чтобы через него пробиться. Насколько звёзды яркие? Самая яркая звезда, которую мы видим в ночном небе – это Сириус. Эта звезда настолько яркая из-за близости к нам, а ещё потому, что она в два раза больше и её светимость в 25 раз выше, чем у Солнца. Но самая яркая звезда из всех известных астрономам находится в 163 тысячах световых лет от Земли, и она сияет почти как 7 миллионов Солнц вместе взятых. У всех ли звёзд есть планеты? По крайней мере, у Солнцеподобных звёзд обычно есть планеты, и часто они похожи на нашу Землю. Кстати, существует намного больше планет без звёзд, чем звёзд без планет. Иногда гравитационная сила планет-соседей выталкивает их из систем, и они становятся планетами-сиротами. Это как если бы гравитация Юпитера вытолкнула Землю из Солнечной системы? Было бы неприятно. Движутся ли звёзды? Как спутники вращаются вокруг планет, а планеты вокруг звёзд, так и сами звёзды вращаются вокруг центра галактики. Наше Солнце движется по Млечному пути со скоростью более 800 тысяч километров в час. Полный круг оно совершает каждые 230 миллионов лет. Мерцают ли звёзды? Мы видим, как мерцают звёзды, потому что смотрим на них через атмосферу Земли. Воздух никогда не бывает статичным. Он движется, и в нём возникают турбулентности, которые искажают свет отдалённых звёзд. Планеты, которые иногда видно в ночном небе, не мерцают так же сильно, потому что они ближе к нам. Как заканчивается жизненный цикл звезды? Обычно со временем звёзды выдыхаются. Когда у солнцеподобных звёзд заканчивается водород, они начинают разбухать в красных гигантов. Ядро красного гиганта исчерпывает ресурсы, расширяется и остывает. Такая звезда становится белым карликом, окружённым туманностью, и продолжает остывать, пока не превратится в чёрного карлика. Но есть и другой вариант. Более крупные, массивные звёзды становятся сверхновыми. Что такое сверхновая звезда? Я рад, что вы спросили. Сверхновая или вспышка сверхновой – это то, что происходит, когда гигантская звезда достигает своих пределов. Она взрывается, выбрасывая в межзвёздное пространство огромную массу энергии. Вспышки сверхновой – очень редкие и невероятные. яркие события, оставляющие после себя огромные туманности или даже чёрные дыры. Всегда ли чёрные дыры появляются на месте звёзд? Только часть чёрных дыр появляется в результате вспышки сверхновых. Другие возникают, когда сталкиваются два невероятно плотных объекта, таких как нейтронные звёзды. А ещё есть сверхмассивные чёрные дыры, происхождение которых до сих пор остаётся загадкой для астрономов. По одной из теорий, они образуются, когда меньшие чёрные дыры сливаются в одну большую. Что такое нейтронные звёзды? Нейтроны – это элементарные частицы, которые наряду с протонами являются главными компонентами атомных ядер. Если звезда слишком большая, чтобы стать белым карликом, но слишком маленькая, чтобы обратиться в чёрную дыру, она превращается в нейтронную звезду. Диаметр нейтронной звезды всего несколько километров, но масса остаётся такой же, как у исходного светила. Чайная ложка материала, из которого она состоит, весит миллиарды тонн. А ещё такие звёзды вращаются со скоростью до нескольких сотен оборотов в секунду. На самом ли деле звёзды падают? То, что мы называем падающей звездой, в действительности всего лишь небольшой метеор, сгорающий в верхних слоях атмосферы Земли. Но некоторые звёзды могут двигаться против вращения своей галактики, причём настолько быстро, что рискуют вылететь за её пределы. Они разгоняются, если где-то поблизости вспыхивает сверхновое. Может ли у планеты быть два Солнца? Звёзды часто формируют так называемые бинарные системы, вращаясь вокруг какой-то точки, как если бы два человека взялись за руки и начали кружиться. В некоторые системы входит много звёзд. Например, в Ню Скорпиона их семь. В теории существуют системы с ещё большим количеством звёзд, но они, скорее всего, очень нестабильны. Бывают ли звёзды холодными? Ну да, в Голливуде есть парочка неприветливых ребят. На самом деле температура самого холодного и неяркого бурого карлика составляет всего минус 13 градусов Цельсия. И он считается звездой, потому что слишком массивен, чтобы называться планетой. Может ли чёрная дыра поглотить звезду? Чёрные дыры не притягивают всё вокруг себя с любого расстояния и не поглощают всю материю подряд. Но если что-то пересечёт горизонт событий чёрной дыры, оно попадёт в плен огромной гравитации. Когда такое случается со звёздами, чёрная дыра поглощает половину массы звезды, а остальное распадается на потоки, постепенно уходящие за горизонт событий. Нехорошо играть с едой. Какая звезда ближе всего к Солнцу, а какая самая далёкая? Ближайшая к нам звезда – тусклый красный карлик Проксима Центавра, самая маленькая в звёздной системе Альфа Центавра. Она находится в 4,2 световых лет от Солнца. Самая отдалённая из известных звёзд называется Икарус, и расстояние до неё составляет 5 миллиардов световых лет. Её можно разглядеть только благодаря гравитационной линзе колоссального скопления галактик. Сколько звёзд видно с Земли? Мы видим лишь малую часть из сотен миллиардов звёзд Млечного Пути. Остальные либо чем-то скрыты, либо слишком тусклые, чтобы их различить. В ясном ночном небе, без портящего обзор постороннего света, можно увидеть около трёх тысяч звёзд. Ещё можно разглядеть планеты, далёкие галактики, спутники и даже Международную космическую станцию. Это так интересно! Сколько лет может быть звезде? В своё время астрономы рассчитали, что звезде Мафусаил около 16 миллиардов лет. Вселенной всего 13,8 миллиарда лет. Так что можете представить, как удивились учёные. Дальнейшие исследования показали, что этой звезде может быть 14,5 миллиардов лет плюс-минус 800 миллионов. Да, нужно внимательнее считать свечки на именинном торте. Мы до сих пор не уверены, что звезда может быть старше Вселенной. Более вероятно, что она появилась вскоре после Большого взрыва. Сколько всего звёзд во Вселенной? Пока учёные лишь строят догадки, основываясь на том, что в наблюдаемой Вселенной около 200 миллиардов галактик. Галактики бывают разные, но в среднем в одной достаточно массивной может быть до 100 миллиардов звёзд. Попробуйте посчитать сами. У меня уже закружилась голова. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот ещё крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Admi.